Глава Ленинского округа Алексей Спасский принял участие в выборах губернатора Московской области в единый день голосования. Он отдал свой голос в Видном на избирательном участке номер 3624. Мы выбираем высшее должностное лицо субъекта федерации, губернатора Московской области. Поэтому, чтобы потом не задавать себе вопросов, что что-то пошло не так, почему что-то происходит или не происходит, я считаю, что каждый человек должен прийти и сделать выборы, как и, собственно говоря, на выборах других ветвей власти, в том числе местных. Которые нам предстают через год. Глава муниципалитета также поинтересовался ходом выборов на участке и активностью избирателей. Председатель избиркома Ирина Шершнева рассказала, что процесс голосования в штатном режиме. Люди приходят в хорошем настроении. Приходят с радостью, реально с радостью. Они всегда говорят, что у вас так позитивно, конкретно я могу сказать про свой участок. Позитивно они говорят, что вы располагаете, к вам приятно приходить. То есть даже кто был на предыдущих выборах, они с удовольствием приходят повторно. Среди голосующих много семей, люди средних лет, традиционно активны на выборах пенсионеры. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский впервые проголосовал еще в 1946 году и с тех пор ни разу не пропускал выборы. Ну я должен свой долг отдать. Для меня это как праздник, хотя уже здоровье не то. Посмотрел участок избирателей, следов комиссии. Вот тут больше обычно учителя занимаются этими делами, как и у нас было. Вот и я призываю вас провести эти выборы на высоком уровне. Приходит проголосовать и с домашними питомцами. Появление на избирательном участке Натальи Козыренковой с любимой собакой стало приятной неожиданностью. Пока все внимание было приковано к маленькому Тиме, его хозяйка успела проголосовать. Нам, во-первых, очень удобно. Здесь рядом с домом располагается избирательная комиссия. Приятно быстро выйти, пройти проголосовать. Голосование всего лишь заняло 7 минут. Тима зашел, его уже в принципе даже узнала и избирательная счетная комиссия. Поэтому, как говорится, я свой долг выполнила. Ну и Тима пытался, конечно, проголосовать. Но так как он собака, он только наблюдал. В числе избирателей немало тех, кто впервые голосует с Софьей Тихоновой. Только недавно исполнилось 18 лет и вопрос, идти ли на выборы, даже не стоял. Потому что от нас зависит, кто будет на местах главных.